Ратуша города Пасадена. Не знаю, можно ли его считать отдельным городом или это просто район в Лос-Анджелесе. Вот ратушу свою имеют и, в принципе, почтовый адрес у них тоже свой отдельный. Там вот небольшая пешеходная улица, которая приводит, собственно, к конвеншн-центру, в которой наша замечательная конференция. А тут вот дальше такая вот площадь перед ратушей. Какая-то улочка. Там прикольно гору видно на фоне. Головы посвящены неким Джейкин Мак-Робинсонам. Тут какая-то видимо церковь католическая, фонтанчик неработающий. Там через дорогу прикольное здание в таком норвежском, северо-германском стиле. Это чуть-чуть вперед прошли от Таунхола. Гуляль-гуляль тут наткнулись на нечто невероятное. Метро в Лос-Анджелесе. Так, вот такая вот, разветвленная в кавычках схема. Вот здесь вот теоретически можно, используя общественный транспорт, доехать до Санта-Моники. Это тот известный пирс с колецом обозрения. Еще вариант, можно на Лонг Бич приехать. Теоретически можно попасть на океан без машины и обход пробок. Так, такая типичная американская улочка. Гуляем по старому центру Пасадены. Приятненький райончик, там куча ресторанчиков всяких. Разных домиков интересных. Чистенько, аккуратненько. Там куча ресторанчиков, там р zerosivering с цельскою. Там раньше, в кустая, вышившись от бакалюта с канхэ Танта, воронеж, supervised путешественник. В этоей-рен Джирх measured нас китайск Church Cabernet Express. Это уже больше похоже на все похоже, вот кстати термисуиз. Гуляли-гуляли и нашли какой-то магазин настольных игр, заценим. Куда же без классики, высадка на Венеру, прикол, это была компьютерная игра, полейки сделали, вот студия 11 бит, теперь еще и запомутили и настолку. Там суть, такая стратегия на выживание в этом самом постапокалиптическом мире, где в конце 19 века случилось глобальное похолодание, ну и в общем людишки живут вот вокруг называемого генератора, который сжет уголь и там тепло электричество выделяет. Забавно вот запилили на столку. Здание почты, построено в 1913 году, но такие интересные узоры, компактное, красивое, отличное здание. Пасаденский Арбат, сейчас правда нет никого, но вот такая пешеходная улица, в конце площадь с конвенционным центром, где проходит наша конференция. Вот значит наша конференция, там скейл написан, собственно тут такая площадь с брусчаточкой, очень похожа на, не знаю, итальянско-испанское такое нечто. И, собственно, два крыла, я буду завтра в этом крыле выступать, внутри там. Деньги, куда пойти. Оставили такие ворота, типа вход на конференцию. Там вот регистрация, я тут спикер, что в отличном проводе время. Какая-то жуть надвигается, уже практически поглотило солнце, как огромная полевая, как будто буря. На самом деле это просто облака, в общем, следующие два дня обещают дожди. Случайно зашли тут паблик скейтинг, можно на коньках покататься. Кстати, да, он дешен. 14 долларов за час, в общем, норм. 15 долларов за час, в общем, норм. Сейчас пока спикируем и сидели, там какой-то мужичок, видимо, готовился к своей речи. Ну, что-то его капец накрыло у него же. Ходит, руки трясется, челюсть дрожит. Ну, по этому делу не смешно нифига. Что-то как-то перенервничал. Думал, может, подойти ему Афобазолу предложить. Интересно, собственно, как его речь будет выглядеть, в конечном счете. То, может, он сейчас такой все напряжение сбросит. Вик выступит офигенским. Офигенским. Так. Мой доклад. Болрум дже. Болрум дже. Ну, я первый. Наверное, еще вообще закрыто. А, не открыто. Халло. А, блин. Ну, вот. Пока никого нету, но... Просмотрим. Так. Так. Игорь would like questions postponing till the end. With that said, I'll turn it over to Игорь. Thank you so much for the introduction. Yeah, so... I'm on this. So, it's a deploy this act next thing, which stands for automatic safety gate management in web. And providing credentials from, say, the world. We obtain the certificates automatically. And then, with just online cert-manager and blaster issue, we find it. Потрядился тут постоять волонтерно. В общем, это... Волонтерить. Называемый Open Source Initiative. Группа, которая отстаивает права Open Source. Часик тут постою на выставке. На вопросы поотвечаю. Там другие будочки. Так что... Прикольно. Ну и плюс, типа, портфолио. Запись. Парк. 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 Так что... Парк. 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 Там... Я работал с командой, организовывая документацию, потому что проект был очень long-lasting. Это 20 или 50 лет. Вы можете представить, насколько много информации они имеют. Это действительно огромное. Продолжение следует... Иду на заключительный keynote talk. Будет давать Кен Томпсон. Легенда, так сказать, open-source сообщества. Чуть ли не создатель Unix, языка Go. Смотрите, сколько человек его ждет. Да, огромный зал, полностью набитый. В общем, и после этого конференция закончится. Что немножко грустно. Смотрите, сколько человек его ждет. Смотрите, сколько человек его ждет. В общем-тое. В общем-тое. В общем-тое. В общем-тое. В общем-тое. В общем-тое. Фондю. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Очень прикольно Как главный сувенир с конференции Удалось добыть такой замечательный наборчик Открываем Это Wi-Fi модуль Неинтересно Такой вот Бокс Его раскрываешь И тут Типа ардуино Такого С Собственно Куча шнуров всяких Коннекторов Питание Ну в общем Вот это главная плата Процессор SD карта По моему там Debian Питание Сюда Wi-Fi модуль Ну в общем Типа ардуино Главная карта Они уже тут все сделали Аккуратно Порты Можно всякую периферию подключать Всякие рычажочки Все 5 и 10 LED дисплейчик Динамичек Какие то лампочки Ну в общем Программировать Такой программируемый Микроконтроллер Ну вот буду играться Ну по версии Оли Самое главное Сувенир Это вот этот вот Стикер Сфокусировка Камера не фокусируется Ну в общем Понятно Лошадь Не на камеру будет сказано Но все видно Я думаю И Самое Что рекламировано Самое Главное Это Пупочек В виде звездочки